Здравствуйте дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодняшняя наша тема, такая немножко деликатная, она посвящена заболеваниям, передающимся половым путем. Сегодня у нас в студии заместитель главного врача по медицинской работе Коган Захар Исанович, врач дермат-венеролог высшей категории. Здравствуйте! Здравствуйте, Павел Сергеевич! Захар Исанович, скажите пожалуйста, заболевания, передающиеся половым путем, какова распространенность этих заболеваний, скажем так, и в Российской Федерации, и у нас в регионе? Ну, заболевания данные распространены повсеместно, наше дело не исключение, но в нашем регионе идет тенденция к снижению данных заболеваний, как, в принципе, во всей Российской Федерации, и по некоторым показателям мы находимся на очень таком низком уровне, что не может нас не радовать, несмотря на то, что в области каждый год проводится очень большое количество исследований на инфекции, передаемые половым путем. То есть, в принципе, у нас мы такое достойное место занимаем, да, в хорошем, как говорится, рейтинге, да? Да, совершенно верно. То есть, в Приволжском федеральном округе, да, вы имеете в виду? Не только в Приволжском федеральном округе, но и в Российской Федерации. Ну, это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, Сахар Александрович, а вот чаще болеют все-таки вот мужчины или представительницы слабого пола? И, может быть, в чем-то есть коварство этого заболевания? Ну, по данным статистики, приблизительно болеют одинаково мужчины и женщины. Единственное, что мужчин просто чаще обвиняют в этом во всем. Что касаемо коварства данных инфекций, безусловно, здесь каждый человек должен быть насторожен в плане личного интимного здоровья, так как данные инфекции могут протекать скрыто и впоследствии приводить к проблемам в репродуктивной сфере, в том числе вызывая различные хронические заболевания половых органов и мочеводящих путей. Ну, то есть, вы уже сказали насторожить, да? Но все-таки могут присутствовать какие-то жалобы или какие-то проявления, что должно человека спровоцировать обратиться к специалисту? Жалобы могут быть, жалоб может не быть. Иногда бывает такое, что человек приходит обследоваться как половой партнер другого человека, который предъявлял жалобы, а у человека жалоб никаких нет. Или, допустим, человек у себя после случайной какой-то связи обнаружил через какое-то время какие-то выделения, высыпания или что-то еще. Конечно, это его настораживает, он приходит на обследование. Но здесь уже в дело вступает лабораторная диагностика, которая может подтвердить либо опровергнуть диагноз того или иного заболевания, предающегося половым путем. Ну, мы об этом немножко потом остановимся по теме разговора. Скажите, пожалуйста, вот есть так называемая группа риска, да, все-таки. И, наверное, к этой группе риска, наверное, подтвердить это правильно, относят в основном подростков. Почему? Вот с чем это связано? И сразу следующий вопрос тогда будет звучать так, что вот родителям, как в этой ситуации, надо ли какую-то работу проводить, нужно ли паниковать там, ну и вообще какие действия должны быть? Подростки, безусловно, они входят в группу риска. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, у подростков у них повышенный гормональный фон. То есть пубертатный период, он призывает подростка к росту, в том числе, и к половому созреванию, да, и к стремлению нравиться лицам противоположного пола. Также это стремление доказать своим сверстникам какую-то свою, может быть, крутость, да. В связи с этим у нас в том числе и, возможно, более раннее начало половой жизни начинает происходить. И также это, конечно, доступность в современном интернет-пространстве различных материалов не обучающего характера, которые могут побудить подростка пробовать так, как там делают другие люди, да. Поэтому сейчас подростки особенно уязвимы в этом плане, и в группу риска они, безусловно, входят. В плане родителей, что можно сказать, не совсем хватает полового воспитания. То есть, есть такой термин – половое воспитание, и не совсем он на данном этапе реализуется, этот термин. Во многих семьях, допустим, не принято вообще на такие темы разговаривать. Где-то пытаются замять, замолчать эти разговоры, где-то просто подростку могут подсунуть какую-то брошюрку родителей, вроде, на сам изучай, сам поймешь, как все написано. Поэтому здесь половое воспитание должно быть нацелено не только на подростка, но и на его родителей. И родитель в первую очередь должен уметь объяснить подростку, как правильно соблюдать гигиену, как правильно, что может происходить с его организмом, допустим, в период полового созревания. То есть, на самом раннем этапе должны устанавливаться доверительные отношения между родителем и ребенком, чтобы ребенок не стеснялся обратиться с тем или иным вопросом к своему родителю. Понятно, что если родители не в силах, конечно, объяснить и дать какие-то советы и рекомендации своему ребенку, то, пожалуйста, люди приходят к нам, мы объясняем, говорим, что норма, что не норма. И многие вопросы удается решить таким образом. А вот с какого возраста вообще нужно начинать, может быть, действительно какое-то половое воспитание, или чтобы в последующем подросток действительно избегал каких-то таких острых ситуаций. Ну, просто ваше мнение. Ну, мое мнение, я не скажу, чем раньше, тем лучше. Родитель должен видеть, когда его ребенок начинает проявлять какой-то интерес к противолженному полу, не обязательно сексуальной какой-то целью или чем-то еще. И, возможно, как-то в шутливой форме для начала объяснять, а потом уже с возрастом на какие-то более серьезные темы переходить. Ну, это правильно, да. А вот такой вопрос. Ну, существует много мифов, да, вот как избежать вот этих заболеваний, передающихся половым путем. И в том числе, вот один из них – это передача бытовым путем, да. То есть, насколько действительно он реалистичен, ведь, в принципе, наверное, в некоторых случаях это возможно. Да, может быть, через полотенца, через какие-то средства, индивидуальные гигиены, бытовые, вот такие вещи, да. Все-таки части в этом правда есть, что можно заразиться. Безусловно, есть такая вероятность. Инфекция, передавая по моим путем, насчитывает более 30 возбудителей, которые могут вызвать те или иные заболевания. К ним относятся бактерии, вирусы, грибковые инфекции, паразиты. И нельзя загнать все ИПП только в 8 инфекций, на которые идет, допустим, обследование. То есть, допустим, та же самая чесотка, контагиозный моллюск, различные грибковые инфекции, они могут передаваться также половым путем. Часть из них, конечно, не может передаться бытовым путем, то есть через полотенца, через какие-то предметы обихода. Это казуистика, то есть практически такого не встречается. Часть из них передается. Но вот классические, допустим, заболевания, как сифилис, гонорея, у них одним из путей передачи, не основным, естественно, числится бытовой путь. Но, опять же, следует подчеркнуть, что возбудитель во внешней среде, он крайне нестойк и быстро погибает. Поэтому при соблюдении правил личной гигиены риск заражения может быть сведен к минимуму. А какие могут быть все-таки осложнения заболевания передачи половым путем? То есть человек, скажем, просто возьмем такую ситуацию, он не обратился к специалистам. Вот запустило это заболевание, оно пришло уже в другую стадию. Ну, вы уже сказали, что это может быть хронизация процесса, да, это первое. Ну и вообще кардинально, вот к каким осложнениям может привести ряд вот этих заболеваний, которые вы перечисляли уже? Наиболее частые осложнения – это хронические воспалительные заболевания органов малого таза, как у мужчин и у женщин. Это нарушение репродукции, что на данном этапе очень, так сказать, играет важную роль. Наверное, мочеводелительная система тоже, да, страдает? Заболевания мочеводелительной системы. Ну и, в конце концов, это системное распространение инфекций, который может приводить уже к поражению органа зрения, органа слуха, суставов и внутренних органов даже. Например, как вот при сифилисе бывают висцеральные поражения. Например, при хламидийной инфекции синдром Рейтера также может сопровождаться поражением конъюнктива, поражением уретера и артритами, болями в суставах. Ну, то есть уже, получается, может перейти заболевание в такую стадию, когда уже надо прибегать именно к такой базисной терапии, очень такой, иногда даже жесткой, да? Ну, системная антибактериальная терапия, только она, в принципе-то, препараты одинаковые для лечения различных инфекций. Они и у нас, и у акушеров-гинекологов, и у урологов, они одинаковые. Это антибактериальные препараты. Единственное только, если развивается осложнение, то, конечно, антибактериальная терапия назначается на более длительный срок и более массивным курсом. Ну, я знаю, что у вас очень большой раздел работы. Вы заместитель лаврача по медицинской части, то есть, да? Но, тем не менее, я знаю, что вы практикующий доктор и довольно известный, медийный такой же человек. Вот все-таки какие-то, может быть, заболевания чаще всего встречаются? Вот так сказать, что это на первом месте, это на втором, это на третьем, это на четвертом, это на пятом. Вот как-то поградаться их можно? И, может быть, какие-то интересные случаи были из практики, из личной? Ну, по случаям как-то... Можно много рассказать, да? Сейчас не могу, конечно, такой конкретный случай вспомнить. Если брать, допустим, топ-3, так сказать, и ПП в области, то, в принципе, они соответствуют таковому количеству, как в Российской Федерации. То есть, на первом месте у нас трихомонадная инфекция, хламидийная инфекция, и неспецифически могут быть вызваны заболевания уреоплазмой, микоплазмой инфекцией. Это, опять же, по данным статистики по Ульяновской области. Но, опять же, наши показатели, они снижаются стабильно. Поэтому при своевременном обращении лечится данной инфекцией всего лишь одним курсом антибиотиков. Единственный только минус, что к данным инфекциям не вырабатывается иммунитет. Поэтому после даже излечения полного возможно повторное заражение. – Ну, еще очень хочется сказать, Захар Александрович, чтобы именно от вас телезрители услышали, что, наверное, ваше отношение к народным средствам, к народным целительствам всяким, и насколько нужно все-таки это правильно, обращаться именно к медикам, специалистам, именно к вам. Что вы скажете по этому поводу? – Ну, здесь сказать можно следующее. Народные средства, они неприемлемы с точки зрения доказательной медицины. Хотя у нас в нашем федеральном законодательстве отдельная статья же есть о народной медицине. Но есть такие разделы медицины, которым я бы не стал применять народные средства. – Ну, не опробированные абсолютно. – Ну, не то, что не опробированные, просто доказательной базы нет. – Ну, это нет, да-да. – В том числе это касаемо в лечении инфекции, преданных путем многих ферментных препаратов, каких-то кофакторов. То есть, доказательной базы особой нет никакой. Значит, по поводу лечения, конечно, лечение должно проводиться с участием сертифицированного, квалифицированного специалиста. Очень часто бывает такое, что приходят пациенты, которые прошли три этапа лечения. Первый этап – это был интернет, второй этап – это была аптека, даже четыре этапа. Третий этап – это были знакомые, которые сказали, у меня такое же было, вот попей то же самое, что мне выписывали, и все у тебя будет хорошо. И уже четвертый этап – это они приходят к нам. То есть, бывает даже такое, что уже какие-то осложнения наступают или что-то. Приходится консультировать совместно с нашими коллегами, урологами и аукшерами-гинекологами. Поэтому лечение должно проводиться после точного установления диагноза и в соответствии с принципами и театропной терапии и доказательной медицины. – Ну, это очень важный аспект, конечно. Захар Александрович, ну, еще вот вы уже так вкратце коснулись, да, по поводу диагностики. Ну, вообще, наверное, существует много методов диагностики, да, этих заболеваний, соответственно, и градации, да. Но все-таки, может быть, какие-то современные методы, да, может быть, что-то, какой-то есть ноу-хау у нас в кожной вирологической диспансере. Ну, не то, что вы ввели какой-то метод, да, а что вот у вас на самом деле они отработаны, все четко, все это выполняется. Вот об этом расскажите, пожалуйста. – Диагностика для каждой инфекции есть свой золотой стандарт диагностики. То есть, есть методы, которые в первую очередь должны быть применены, есть методы, которые являются вспомогательными методами. И мы пытаемся в нашем учебном учреждении все их реализовывать. В плане, если мы возьмем диагностику сифилиса, сирологическую диагностику, например, да, то у нас есть комплекс сирологических реакций, который включает в себе 4 или 5 стандартных тестов для постановки. И плюс мы в последнее время используем иммуно-хроматографический метод, который делается буквально в считанные часы и позволяет заподозрить наличие сифилитической инфекции на ранних этапах. – То есть, результат тут же, да, прям почти? – Да, но не сразу, в течение где-то 2-3 часов. Однако, да, однако, этот метод не всем показан, то есть, должны быть определенные показания для проведения данного метода. Что касаемо обычных инфекций, которые сопровождаются какими-то выделениями, здесь достаточно бывает обзорного мазка. И в течение нескольких часов этот анализ может быть готов, установлен возбудитель и назначена адекватная терапия. Ну, единственное, мы с трудностями сталкиваемся, когда человек получил так называемый букет, да, когда он получил и явные инфекции, и скрытые инфекции. Здесь нам приходится уже прибегать к более современным методам диагностики. Например, у нас есть пациент-лаборатория, то есть метод полимеразной спиной реакции, который используется в диагностике скрытых инфекций, придаемых полным путем. И здесь уже лечение осуществляется непосредственно всех инфекций, которые были выявлены у данного пациента. Кроме того, очень важно не просто вылечить пациента, а потом еще провести ему контроль из личности. Потому что возможно неудача в лечении, возможно переход заболевания в другую форму, возможно устойчивость возбудителя к определенным антибиотикам, которые мы назначаем. Поэтому критерии из личности, они очень важны, их нужно соблюдать. А всегда есть такое правило, что все-таки двое должны обследоваться, диагностика должна быть двоих касаться. Не должно быть такое, что один пришел, например, человек пролечился, диагностировали, а второй партнер обязательно. Это правило такое? Да, это золотое правило венерологии. Обследуются и лечатся двое. Ну или не двое, либо все половые партнеры. И чем лучше будет собран анамнез, тем лучше. Чем лучше будет собран эпидемиологический анамнез, тем раньше мы пресечем распространение данной половой инфекции. Или бывают такие случаи, когда один партнер лечится, а второй не хочет лечиться. Говорит, что у меня нет никаких проявлений, нет никаких выделений, я лечиться не буду. Тем не менее, инфекция протекает у него в скрытой форме, и потом получается механизм, который мы называем пинг-понг. Когда один партнер вылечился, другой не лечился, и он начинает заражать опять партнера, который получал курс лечения. Такое, к сожалению, тоже бывает. Но здесь уже наученные горьким опытом партнеры уже сами приходят, как говорится, сдаваться в руки специалистов. А вот что касаемо все-таки профилактики. Есть такое общее понятие профилактики этих заболеваний, передающихся половым путем? Или они какие-то общие такие меры? Ну, профилактика, она, во-первых, при инфекциях, передающихся половым путем, она идет как массовая. То есть, это различные брошюры, буклеты, это различные передачи. Хотя тема такая, ну, не особо о ней поговоришь-то в открытую. То есть, для многих эта тема вообще табуированная, как говорится, запресс стоит на общение. Но, тем не менее, допустим, наши специалисты, они выходят в средние общеобразовательные учреждения, в среднеспециальные учреждения, в вузы с лекциями о инфекциях, передающихся половым путем. Мы участвуем в различных конференциях, проводим дни специалистов, где мы дерматологов из города, из района, также доносим до них современные какие-то тенденции в лечении или диагностике инфекции, передающихся половым путем и болезни кожи. Также большую роль играет личностная профилактика. То есть, вот очень часто задают такой вопрос, что должно меня, допустим, насторожить и что меня должно побудить пойти к врачу. Ну, во-первых, должна насторожить сама по себе случайная связь. То есть, если она произошла, там, неважно, в каком состоянии находился человек, он должен через какой-то период времени определенный пойти и обследоваться. Даже если у него нет наличия каких-то симптомов, потому что он мог заразиться вполне скрытой инфекцией, и это тоже может привести к каким-то воспалительным изменениям. Вот. Если же у человека имеются явные признаки, то есть, это выделение из мочеплавных путей, это высыпание, это увеличение лимфатических узлов, то это незамедлительное должно быть обращение к врачу с целью обследования на инфекции, передаемой половым путем. Кроме этого, мерами профилактики что является? Это недопущение раннего начала половой жизни, это моногамные отношения, однозначно. Бывает такое, что отношения могут быть полигамными, при этом кто-то из партнеров не обследуется, имеет еще какие-то отношения, и, соответственно, мы имеем большое количество зараженных той или иной инфекцией. Контрацепция обязательно. Ну, самый простой метод контрацепции – это использование презерватива. Этого тоже не надо стесняться. То есть, при незащищенный половой контакт он может предотвратить заражение инфекцией, придаваемый полным путем, вернее, защищенный акт половой презервативом он может защитить от заражения инфекцией и может предотвратить, допустим, незапланированную беременность. Кроме этого, есть такое понятие, есть такой термин, называется он гигиенополового акта. То есть, здесь тоже должны быть определенные гигиенические процедуры, которые также предотвращают, снижают риск заражения той или иной половой болезнью. Ну, и потом надо сказать, что любое обращение к вам, там, в кожно-миниологический диспансер или просто к дерматологу-поликлинику, это всегда конфиденциальная информация, правильно? То есть, пациенту не надо бояться, что куда-то там будет сообщаться. Есть же такая тоже проблема? Такая проблема есть, да. То есть, пациент, он стесняется обратиться, поделиться своей проблемой. Как вот говорят, что, допустим, если ты идешь по улице, допустим, винировок идет по улице, с ним особо пациенты здороваются не будут. Там с кардиологом поздороваются, там с гастроэнтерологом поздороваются. А с гастроэнтерологом-то мало кто поздоровается. Поэтому проблема, она такая, скрытая она в стеснительности людей, когда они сталкиваются с этой проблемой. Человек может легко замкнуться, и задача врача – помочь человеку выйти из этого состояния, чтобы он не оставался один на один со своей болезнью, а понимал, что данная инфекция у него полностью излечима, и при соблюдении определенных правил с ним ничего плохого не произойдет. И потом просто это забудется, и все даже. То есть, бесследно абсолютно может пройти, если это на ранней стадии, да? Конечно. То есть, наши инфекции, которые мы лечим в кожно-венологическом диспансере, они излечиваются практически на 100%. То есть, практически 100% излечения. Хотя приходят очень многие люди, которые, опять же, могут ознакомиться с какой-то литературой, я не знаю, где они это берут. И им говорят, что, допустим, данная инфекция у вас не вылечится, или это у вас не пройдет. И они приходят уже в отчаянии, говорят, что я вот не знаю, мне сказали, что никогда у меня этого не пройдет, что никогда я не вылечусь. Но на самом деле все это лечится согласно определенным стандартам, рекомендациям, и по достижении критериев излеченности пациент просто снимается с учета. И, соответственно, ну, конечно, некоторые личности к нам возвращаются, хотя там обещают больше себя так не вести. Но это уже такой образ жизни, да. Как говорится, от этого никто не застрахован. Ну, Изахар Александрович, может, в заключении программы скажете какие-то такие советы именно от тебя, как от дерматовенеролога? Может быть, какие-то простые такие советы, касающиеся здоровья и поведения в обществе? Ну, советы, они самые обычные. То есть я их, в основном, все эти позиции, вот я озвучил в методах профилактики, значит, это многомные отношения, то есть не стесняйтесь идти обследоваться к врачу, даже если вы заподозрили. Сейчас, кстати, вот очень такая практика идет интересная, и я считаю, что это положительная практика, когда приходят молодые люди и говорят, что я начал встречаться, допустим, с девушкой, девушка, ну, сейчас с парнем, вот, и он просит с меня анализы, вот, то есть это вполне нормальная реакция, и не надо на это обижаться, вот, человек хочет быть уверен в своем партнере еще больше, и человек хочет защитить свое здоровье и здоровье своего избранника, вот. Поэтому совет, не стесняйтесь, обращайтесь к докторам, если вы что-то заподозрили, у себя какое-то заболевание, стесняйтесь прийти и спросить, и обследоваться. Кроме того, отдельный совет, он касается подростков, я бы не советовал, как говорится, побыстрее становиться взрослыми, вот, потому что взрослыми стать вы всегда успеете, вот, а этот подростковый период, он уйдет и больше никогда он не вернется. Поэтому будьте здоровы и берегите себя для своих потомков, для своих... Да, детей, внуков, да. Спасибо большое, Захар Александрович. Ну что ж, вот такой сегодня у нас интересный разговор получился. Я всем желаю здоровья, берегите себя, до новых встреч, ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова